Добрый день всем моим подписчикам, а также тех, кто интересуется ремонтом автомобилей. В сегодняшнем видео я хочу показывать, как нужно заменить подушку мотора на автомобиле Toyota RAV4 2001 года выпуска. Замечу, что в этом автомобиле только передний привод и объем мотора 2 литра. Хозяин автомобиля жаловался на дрожжение, которое он ощущает на руле. В основном это происходит из-за выхода из строя подушки с правой стороны, которая стоит на моторе. Вот эта подушка, которую я показываю. Кстати, это не оригинал. Оригинал стоит где-то в районе 180-200 долларов, а мы купили это где-то за 40 долларов. Однако, думаем, что и эта подушка в каком-то мере спасет положение. То есть, заменит оригинал и дрожжение пропадет. А вот, как вы видите, он крепится тремя болтами. То есть, там две шпилки и один болт к блоку мотора, а также тремя болтами он крепится на кузове автомобиля. Которые, вот все эти болты нужно снять, чтобы вытащить эту подушку. Итак, с чего надо начинать? Ну, во-первых, поднимаем машину на подъемник и снимаем с правой стороны защитник. Такой кусок защитника под мотором. Он снимается довольно-таки легко. Там всего-навсего три болта под головку номер 10 и сбоку два самореза. Снимаем этот защитник, потому что снизу нужно добраться до одной гайки, которая затягивает среднюю шпилку, стоящей на подушке. Вот, я снял эту гайку. Гайка, кстати, под номер 14. Чтобы постоянно не повториться, скажу, что на этом автомобиле все болты и гайки под номер 10, 12 и 14. Японцы любят четные числа в гайках. Здесь не встретишь, скажем, 13 номер, 11 и так далее. Еще бывает 17 номер. Так, после снятия этой гайки нужно чем-нибудь забить эту шпилку вверх. Вот я показываю на новой подушке эту шпилку. Это довольно-таки облегчит нашу работу при снятии и установке этой подушки. А так, в принципе, чтобы мотор столько повис, снизу можем что-нибудь испортить, сломать. Так что лучше вот эту шпилку снять. Он снимается довольно-таки легко. Нужно просто поставить оправу и несколькими ударами молотка он так легко выходит из своего места. И после этого уже опускаем машину и, во-первых, снимаем вот эту самую шпилку. Вот видите, в каком виде он. А установка, в принципе, тоже самое. Нужно поставить его на место и затянуть гайкой. После этого я вот сейчас снимаю боковую часть, то есть на боковом части подушки стоит болт под номер 14, головка. Доступы есть. Можно, скажем, справиться с ключом, рожковым ключом. И после этого уже, вот вы видите, я снимаю бачок гидравлической жидкости. Полностью его снимать не нужно. Просто снимаем его со своего места, где он стоит на кронштейне. Там специально пружина, нужно его отогнуть назад и поднимать вверх этот бачок. А потом его можно завязать, скажем, к корпусу воздушного фильтра, чтобы не мешал. Также в работе будет мешать труба кондиционера. Он крепится к кронштейну АБСа. Нужно его тоже открутить. Вот видите, я снял еще и блок АБСа. В принципе, в идеальном варианте можно было разоединить этот блок АБСа полностью. Но тогда возникнет при сборке проблемы с тормозами. Нужно поставить, сделать прокашку и так далее. Так что я рекомендую не делать этого. Пусть АБС останется, так сказать, в своем рабочем состоянии. И постараться снять эту подушку без снятия полностью АБСа. После того, как вы сняли блок АБСа со своего места и также отсоединили штекер. Вот я сейчас прикрепляю, как я уже говорил, к корпусу воздушного фильтра бачок гидравлической жидкости. Также там есть вот труба, тоже затянут к кузову под болтом номер 10. Его нужно тоже открутить, чтобы было место. Все это, в принципе, делается для того, чтобы иметь подход к задней части подушки. То есть болту, который затягивает заднюю часть подушки к кузову. Теперь я снимаю кронштейн, на котором сидит блок АБСа. Он крепится двумя болтами и одним гайкой. Вот я снимаю гайку. Один болт сейчас я покажу. Вот спереди находится, где-то под разъемом АБСа. Полностью эту кронштейну снимать не нужно, да и, в принципе, не удастся снять без снятия блока АБСа. Хотя это и не нужно. Немножко просто отодвигаем его в сторону, чтобы открылось пространство для откручивания то самого болта, о котором я говорил. Который стоит сзади подушки. То есть прикрепляет сзади подушки к корпусу автомобиля. На лонжероне стоит вот эта часть. Вот сейчас вы видите, я старался крупным планом снимать. Не знаю, видно или нет. Но по ходу работы, когда вы будете все это дело организовать на своей машине, думаю, что будет понятно. А так, в принципе, все снято крупным планом и, может, кому-то не понравится вот такой вид съемки. Однако, думаю, что так лучше понятно будет при работе. Вот я снял задний болт. Теперь ставим домкрат под картер, чем-нибудь мягким, скажем, под резину. И немножко поднимаем, чтобы снять усилие на подушку. И вы смогли открутить вот болт кронштейна, который сидит на блоке мотора. После этого уже откручиваем второй болт, крепящий кронштейну подушки к кузову, к балке. Ну, в принципе, это можно было сделать и перед откручиванием этого болта, который затянут на блоке. А теперь осталось последнее гайками открутили. И немножко поднимаем подушку. Перед тем, конечно, немножко опустили мотор с помощью домкрата. И осторожно начинаем вытаскивать саму подушку. Как видите, он выходит. На первый взгляд кажется, что нет, но постепенно поворачивая ее, мы освобождаем от шлангов и снимаем. Вот герой нашей программы, так сказать, вышел наружу. Ну, это оригинальная подушка, то есть проработала где-то лет 20. Теперь дошло время, чтобы его заменить. Вот я показываю то место, где она сидела. Ну, что же, здесь еще был один момент, связанный с тем, что мы купили неоригинальную подушку. Вот кронштейн под ним, он из какого-то легкого материала, не знаю, во всяком случае не металл, не железо. И мы решили заменить, то есть поставить на новую подушку вот эту старую деталь от подушки. Это буфер или бампер, не знаю, он, так сказать, делает так, чтобы подушка, если он вышел из строя, не касался металла и все-таки работал так в кое-каком состоянии, пока вы не замените его. Не знаю, правильно ли я объяснил этот момент. Вот видите, резина там, если подушка сядет, он сядет на эту резину, а не на саму металл. Если будет садиться на металл, то будет довольно-таки жесткий звук и дрожение. А так, более-менее, так сказать, можно потерпеть, пока заменить на новую подушку. Ну что ж, вот я поставлю подушку на свое место. Теперь будем ставить вот этот болт, то есть шпилку. Кстати, болты обязательно нужно наживлять и до конца не затягивать, пока все болты не будут стоять на свои места. После этого уже можно затянуть. А когда вы будете жестко затянуть хотя бы один болт, то второй вряд ли у вас получится поставить, наживлять на свое место. Так что обязательно ставьте все болты на свои места и после этого уже затянуть их полностью. Вот я ставил болт, как вы видите, нажимаем его на свое место. Домкрат пока что не снимаем сзади, пока все болты не сидят на своих местах. Самое трудное, это ставить болт в задней части, как мы его сняли, так и трудно будет его ставить на свое место. Вот я ставлю сейчас гайку, но кронштейн с блоком уже все сидит на своем месте. Вот этот момент, вот видите, я сейчас стараюсь ставить болт на свое место. После того, как все болты уже ставлены, ставим кронштейн, на котором сидит блок АБС. Но перед этим, конечно, вот задний болт нужно до конца затянуть, потому что после того, как вы будете ставить кронштейн на свое место, на котором будет сидеть блок АБС, то вы уже не будете иметь подхода для затягивания этого болта. Так что обязательно не забудьте затянуть задний болт подушки. Вот сейчас я ставлю кронштейн. Теперь дошла очередь установки самого блока АБС на кронштейну. Здесь есть специальные такие тулки с резьбой, которые входят в резину. А резина, конечно, стоит на блоке АБС. Гайки под номер 10. Вот видите, как нужно ставить блок АБС на свое место. Вот когда эти тулки уже сидят на своих местах, можно и затянуть их специальными гайками. Вот видите, я затянул с левой стороны. Сейчас будем ставить правую. Да, кстати, напоминание. Если вы снимаете штекер блока АБС, то обязательно проверьте, нет ли в замке зажигания ключ. Если есть, то обязательно снимите, потому что может быть там ошибка появится. Так что лучше обесточить, то есть снять из замка зажигания ключ. Так, после того, как вы затянули блок АБС, сейчас мы затягиваем болт. Затягиваем болт, который стоит на кранштейне. Он соединяет подушку мотора с блоком. Ставим штекер блока АБС. И уже снимаем домкран после этого. Теперь осталось поднять машину и затянуть нижнюю гайку, которую мы сняли с начала работы. Ну, здесь, вы видите, я снял крепление от бачка гидравлики и поставил его на место. Вот, вы видите, я поднял машину и затянул гайку полностью. И, в принципе, уже можно считать, что замена подушки выполнена на этом автомобиле. На этом автомобиле сейчас осталось только ставить правый защитник мотора пластмассовый и опустить машину. Ну, в принципе, все, о чем я хотел вам показывать и рассказывать в этом видео. Все. Если вы будете менять подушку, думаю, после этого видео справитесь с этой работой. Всем спасибо за просмотр. Удачи в делах. Пока.